Гранд Мозг Одна из самых больших мечетей в мире В четверку вроде, да, входит? В шестерку И она относительно недавно была построена, всего лишь в 2007 году И для туристов была открыта в 2008 Белая, красивая и очень дорогая Не, одевать здесь не было Здесь только А, там женский Через рентген надо пропускать все, даже камеру А что телефон интересный? Ну ладно За Caption Pass Noodles А загружаю на мою видео Дальше Перемости Красиво Можно ли искать свое оружие? Нет, это не профессиональный. 40 минут, но я хочу снимать фотографии. Они как раз срамили храм, если мы выложим фотки в шортах, рядом с храмом. Понятно, я же говорю, что нельзя как бы ничего делать, пока не переоденешься. Да, так вот, я что говорю, про то, что в очередной раз мы встретили с этой же тупостью, когда у тебя на камере лучший звук. Он тебя потом в тюрьму не посадит? Ладно, все круто, мы довольны, мы счастливы. Для того, чтобы переодеться, так как мы выглядим неподобающим образом, в шортах нельзя заходить в храм. Для того, чтобы переодеться, нужно вот проходить по земле, по парковке в специальный зал, где выдадут наряды. Вот туда, туда, ребят, 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 ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я похож на нарядного араба. У меня даже сандалии в тему, смотри. В очках такое ощущение, как будто я какой-то... какой-то арабский рэпер. Ё. Чёрная абая, белая контора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нарядили нас, потому что у меня шорты короткие, короче колена. Если бы были до колена, ну, или ниже колена, то нас бы не наряжали. Ну, точнее, меня не наряжали бы, Оксану бы в любом случае нарядить. Потому что девушкам в любом случае нужно подкрывать голову и прикрывать ноги, руки. Вообще все, что видно. Да. Ну, Оксане ещё, честно говоря, повезло, потому что абая у неё более-менее нормальная, чёрного цвета. Ну, как бы, как все и носят обычно. Просто некоторым девушкам здесь дают такие наряды... Просто домашние халаты с капюшоном, леопардовые расцветки. Так вообще, как будто с рынка с какого-то. Да, как будто только из душа вышли бабушки. Очень смешно. Ну, ладно, пойдём посмотрим мечеть. Очень смешно. Красивые цветы на столбах, роспись на полу. Да, каким-то мрамором, я даже не знаю, чем это выложено. Видка очень клёвая. И здесь, на самом деле, свежо, потому что продувается постоянно. Постоянно такой ветерок дует. Клёво. Кстати, это мечеть. И ещё мечеть в Джумейре есть тоже большая. Это две мечети в Эмиратах. Не знаю, может быть, вообще во всех арабских странах, куда пускают... В общем, давайте пускают, поэтому мы вам и показываем. Оксану сейчас выцепили два инстаграмера. Они здесь четвером путешествуют. Я посмотрел, аккаунты у них такие достаточно солидные. У одного вот Александр Лыгин, по-моему, если я не ошибаюсь. У него 172 тысячи подписчиков. Так что Оксаночка засветится. Попросим, чтобы ещё и написали, что она is miles away. Профит. Мы собираемся заходить вовнутрь. И здесь нужно снять обувь, и дальше надо идти босиком. Причём здесь? Потому что уже бы все подхватили. Вован боится подхватить грибок, потому что надо разуваться. Ну да, я тоже, на самом деле, стремался по этому поводу. В этой мечети висит семь люстр. А люстра за моей спиной является самой большой люстрой, висящей в мечети в мире. Здесь, кстати, самый большой в мире ковёр. Он весит 47 тонн. Мы закончили нашу экскурсию по мечети. Погуляли по ковру, насобирали грибков. И теперь готов поехать в Абу-Даби. Показать ребятам Абу-Даби. Правда, там, мне кажется, не особо живописно и смотреть, по сути, не на что. Ну, как минимум, разнообразие. И надо где-нибудь ещё перекусить. И, кстати, здесь вход абсолютно бесплатный. Это очень большой плюс. В Абу-Даби нигде не написано о том, что платная парковка. То есть, парковка выглядит как будто она бесплатная. Но я вот нашёл такой паркомат и оплатил 2 дирхама на час. Я думаю, за час мы справимся. Но знаков никаких нет. То есть, вообще, парковка без опознавательных знаков. Сейчас надо положить. Ой, ага. Сейчас взрываете хулиганы. Абу-Даби очень такой город уже обжитый. Можно сказать, старенький. В сравнении с Дубаем. Дубай, это вообще ещё молодой пацан. А здесь всё такое. Ну, видите. Чуть грязнее. По типу, как Дейра. Я показывал тоже, вот когда в Дейре был. По типу, как новая Дейра, может быть. Местами, как старая Дейра. Чё вы думаете, вам нравится тут? Нет? Непонятно ещё. Ну, вот. Да. Вот такие смешанные ощущения. Не, мы сейчас заедем в Мол. В Моле прикольную. Некоторые улицы. Вот Карниш тоже. Там вроде бы погулять так неплохо. Ну, тоже там больше 10 минут особо делать и нечего. По сути, ничего примечательного. Ну, мы идём сейчас в ресторан ливанской кухни. Мы просто были в этом заведении. Называется Либанис Мил. Увидели местного. Подумали, что раз местный кушает в этом заведении, значит, оно того стоит. Ну, вот. Входим. А вот и оно. А, это мы здесь с твоими были родителями. Разве? Мне кажется, с твоими. Думаешь? Ну, ещё. Нам принесли только лишь... Малую часть. Аперитив. Да, только лишь аперитив, салаты, хумус. Хумус. Обожаю хумус. Мы чувствуем, что мы обожрёмся, потому что нам ещё не принесли мясо. А тут уже много. Ну, в общем, обжираться так обжираться. Обожрались. Съели целый стол разного мяса. Аван даже не доел. Сидит, колдует над своим чебуреком. Ну что, ты будешь воду едать, нет? Нет. Ну, не могу. Я блеванал. Почему? А что там кусочек прям маленький? Пусть съест. Человек хочет. Человек голодный. Растущий организм, Вован. Ты вчера занимался. Тебе же грудку надо увеличить. Давай, давай. Уже маканул. Давай, давай. Не пац. Мы сели на пляжи. Карниши. Пять часов. Сколько сейчас? Шесть часов вечера, да? Шесть, получается. Солнце село, да. И купаться запрещают. Вот, всех выгоняют сейчас с пляжа. С моря, точнее. При том, что волн тут нет. Ну, странно. Да, волн нет. Вроде бы ещё светло. Но светло, это ещё буквально 15 минут. Сейчас же потемнеет. Ну, так 15 минут могли бы ещё купаться. Ну, уже всё. Так потом тяжело. Не слышно. Мы легли на пляже. И вот теперь думаем, когда же к нам подойдут и скажут Не слышно. Ну, мне кажется, вот я боковым зрением. Я на него не смотрю, но боковым зрением вижу жёлтый жилет. Боковым зрением? Сзади он у нас стоит. Стоит, да? Да. Да он бы уже что-нибудь сказал. Он прям близко, да? Да, вот. С камерой. За забором. Ужас. А я не вижу. Снимаем. Лежащих. Снимаем. Ещё и дотронемся до моих коленей. Ну, короче, на свой стартый рис. Поехал. Спасибо за внимание. Поехал mega prototype. Поехал. Отлично. Д우리ues. До свидания. Продолжение следует. До свидания. До свидания, hiç vasos. До свидания. Diduplя. До свидания весьма. Субтитры сделал DimaTorzok